Старинные сказки и древнерусские хороводы актуальны и по сей день. Человек, знающий традиции своего этноса, эрудированный, наполненный, он более гармоничен и жизнеспособен, особенно в сложные времена. В период напряженной повестки в геополитике молодежь необходимо образовывать. Для того, чтобы совместить творчество и фольклорную науку, на базе Ульянского педагогического университета проходит детский фестиваль традиционной культуры живое наследие. Более 300 школьников прошли образовательные мастер-классы и представили свою концертную программу. Аида Челихина из села Тагай Майнского района привезла свой класс на фестиваль впервые в истории своей профессиональной деятельности. Принимаем мы участие в номинации «Расскажи сказку». То есть у нас три девочки, двое из седьмого класса, одна из пятого класса рассказывают сказки, которые были записаны учителями нашей школы. Рассказывали им их земляки, которые проживают в селе Тагай. Школьница из Тагая Вероника Лепешкина будет рассказывать сказку под названием «Находчивый мальчик». Произведение дидактическое, о справедливости, добре и зле. В одном селе жил сапожник Портной. Было у него подмастерие. Каждый раз, когда они приходили к заказчикам, им ставили две тарелки каши. Портной всегда съедал не только свою долю, но и долю подмастерия. И всегда это объяснял тем, что мальчик не хочет, что уже позавтракал. И мальчик всегда ходил голодный. Мальчик в этой сказке обрел все, чего он хотел. Свободу, пищу, да и Портному воздалось за проступки. А что же получат от этого фестиваля школьники? Ректор вуза Игорь Петрищев считает, что для молодого поколения подобные мероприятия полезны. В педагогическом университете выступили победители трех всероссийских конкурсов в области изучения и сохранения традиционной народной культуры. На мой взгляд, здесь прямая зависимость с патриотическим испытанием. Ведь если ребенок не изучит традиции, культуру своего народа, своей малой родины, то здесь трудно говорить с ним о чем-то большем. Член общественной палаты Российской Федерации Елена Родионова тоже пришла посмотреть выступления участников фестиваля. Елена считает, что детям необходимо становиться героями подобных событий, потому что это интересно и познавательно. Это очень хороший старт. И я уверена, что именно Ульяновский фестиваль даст начало новому развитию и движение по сохранению народной культуры. Вот здесь три номинации, как мне сказали, представлены. Это хороводы. Оказывается, их огромное количество. Я тоже об этом не знала. Это этнографические школьные музеи. Тема со школьными музеями вообще сейчас на волне. Это очень актуальная форма сохранения не только исторической памяти, но и формирования правильного отношения к традициям, к культуре. Проект «Живое наследие» стал победителем конкурсного отбора на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания. Этот фестиваль стал одним из мероприятий реализации нацпроекта «Образование». Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров, Улправда ТВ.